Ребят, всем привет! Я заранее всех предупреждаю, что в этом видео вы, скорее всего, ничего нового не услышите. Скорее всего, вы услышите очень знакомую себе или, в принципе, знакомую чью-то историю, и вы услышите очень похожие советы, которые вам могут даже не пригодиться, могут даже в этой жизни не помочь. Но, если честно, я ради этого и делаю YouTube-канал, чтобы у меня была возможность куда-то высказать свои мысли, поделиться своим мнением, своим каким-то опытом, и, возможно, этот опыт кому-то сможет помочь. Как мне помогло какое-нибудь видео из 2015 года, когда какой-нибудь блогер записывал какие-то свои также мысли, и я, слушая их на фоне, чему-то научился, что-то принял, что-то отверг, что-то переработал, и моя жизнь стала чуть-чуть лучше. Поэтому, надеюсь, что это видео хоть кому-то может быть полезно, как минимум как поддержка, потому что я уверен, что подобных ситуаций, как у меня, они случаются, ну, буквально у каждого человека. Дело в том, что недавно я, скажем так, немножко загнался мыслями. Ну, знаете, вот эти вот мысли, когда ты думаешь, что вот тебе уже 23 года, а за плечами толком ничего нет. Типа, я уверен, что каждый из вас стал какие-то цели в этой жизни на определенный возраст. К примеру, там, лет в 10-15 вы думали, что вот, там, к 20 годам я уже буду популярным, или я там буду работать на какой-то успешной работе, у меня там будет машина, квартира, семья, собака. Вы там переедете в другую страну и многое другое. И такое есть у каждого, и такое было у меня. И, естественно, я вот тут сижу сейчас и думаю, вау, мне уже почти 24, а за плечами, блядь, толком ничего нет. Даже, типа, квартиры. И ты начинаешь не то, чтобы паниковать, не то, чтобы расстраиваться. Ты начинаешь грузиться, начинаешь копаться в себе, в своем прошлом, в своих последних, там, пяти годах жизни. И пытаясь найти причину, что ты сделал не так, где-то не там свернул, что ты не так сделал, почему твоя жизнь не стала той, которой ты себе ее планировал. И такими мыслями я загружаю еще чаще и чаще по мере приближения к своему 25-летию, потому что лично я поставил определенную планку некоторых достижений в жизни, которые я должен достигнуть к 25 годам. И сейчас мне 23 или 24 года, и я понимаю, что нет. Эта планка достигнута точно не будет. И ты понимаешь, что эту планку тебе нужно сдвигать, там, до 30 лет, и ты уже думаешь, вау, а это уже 30, а там и 40, а там и 50, а это уже большая часть жизни. И это не круто. Это не круто, ведь мы все хотели быть богатыми и успешными в молодости. Ведь круто быть богатым и успешным в 20 лет, но не круто быть богатым и успешным в 50, когда тебе остается там жить буквально, ну, от силы лет 20. Это не круто. И это начинает тебя грузить. Это буквально тебе мешает наслаждаться жизнью прямо сейчас, наслаждаться моментом, который вот происходит сейчас. Ты просто думаешь о том, что, блядь, мне нужно добиться определенной цели. И в этом есть проблема. Очевидно. Уверен, у каждого у нас случилось в жизни, и каждый из вас пытается найти себе оправдание. Как ни крути. Вы начинаете думать, что, ага, да я просто вот, ну, не в той ситуации, в не той стране, не в той семье родился. И это правда. Действительно, жизнь это, в принципе, дело случая, как я понял, потому что, ну, блядь, как ни крути, мы все разные по мере своего рождения. Ну, это уже база какая-то, естественно. Это я вообще все к чему? А к тому, что я не могу понять, а что считается определенной нормой уровня жизни к определенному возрасту. Типа вот, объясню вам на примере. Я вот в этом ролике, где я рассказывал, как я ушел с работы ради Ютуба, я рассказывал историю, что я зарабатывал 20 лет, типа, 50 тысяч рублей. Я считаю, что это было, типа, не очень, что это было довольно мало. Для меня это было маленькие деньги. И мне в комментариях писали, что, чел, ты охуел, это хорошие деньги в те года, типа, в таком возрасте это охуенные деньги. И читая это, ты начинаешь думать, вау, так на самом-то деле я довольно успешный. И ты начинаешь думать, типа, вау, так у меня есть, там, друзья вокруг, есть родственники, знакомые, которые зарабатывают гораздо меньше, чем ты, у которых есть гораздо меньше вещей, чем у тебя. И вот на фоне, скажем так, других людей, ты начинаешь свои неудачи в жизни переворачивать в успех. Объясню еще проще, что, допустим, ты хотел 20 годам иметь, там, капитал в миллион рублей, и ты этого капитала не достиг. Ты достиг всего лишь 500 тысяч рублей, да, капитала в 20 лет. И тебе кажется, это не удача. Но, смотря на других людей, на большинство людей, у которых даже, типа, и 100 тысяч капитала нет, ты начинаешь думать, так, моя неудача, это на самом деле успех. И на самом-то деле ты довольно успешный человек, ты неплохо зарабатываешь, у тебя неплохие возможности в жизни, ты довольно умный, возможно, да, ну, я просто на примере денег все это объясняю. И является ли это проблемой? Я считаю в какой-то степени, что да. Потому что, во-первых, ты свои цели, как бы не то, что перечеркиваешь, ты про них начинаешь потихоньку забывать, и считаешь, что вот того, что ты сейчас добился, это уже хорошо. И забываешь про более высшие цели, которые ты не сумел добиться, и не ищешь причину, почему ты этого не добился. Ты все спускаешь, что, возможно, на дело случая, на каких-то других людей, возможно, что тебя кто-то подставил, тебя подвели люди, и, возможно, это так. Это, скорее всего, даже так. Ведь, опять же, вся наша жизнь, это, сука, дело случая. Но, опять же, делая так, ты себя перестаешь мотивировать. Ты, по сути, начинаешь оставаться на месте. И, как всем нам известно, оставаться на плаву очень сложно, и со временем ты начнешь потихоньку скатываться вниз. Вторая проблема. Ты остаешься на этом уровне, и, поднимая голову чуть выше, ты видишь еще более успешных людей, и начинаешь думать, так, ну я так-то зарабатываю, типа, полторы тысячи долларов в месяц, там, может быть, даже чуть побольше, но этого все еще не хватает, чтобы купить тебе квартиру. И ты начинаешь считать, считаешь, там, на годы вперед, и понимаешь, что, окей, на квартиру я накоплю лет к 60, и все, типа, я куплю одну квартиру за всю жизнь? Разве этого я живу, когда другой какой-нибудь типок покупает квартиры каждый день? Это нормально? И вот на этом моменте, как правило, я начинаю снова оборачиваться на тех людей, которые живут чуть хуже, чем я, и начинаю думать, так, опять все, не так уж и плохо, и круг идет раз за разом. Проблема ли в том, что просто я поставил для себя слишком высокую планку жизни, к ней не дошел, и теперь вынужден себя оправдывать за счет других людей, но постоянно видеть более успешных людей? Проблема ли это в жизни, что всегда ты будешь видеть более успешных людей, всегда будешь стремиться к какому-то успеху? Очень сложный, как по мне, вопрос. Решение этой проблемы, как от этих мыслей избавиться, я по-прежнему найти не могу. Единственное, что я начал делать, это я начал ценить каждый день своей жизни, как какой-то особенный момент. Я перестал ждать каких-то особенных дней, дня рождения, какой-то поездки. Нет, теперь для меня каждая моя встреча с друзьями, друзья, это очень важно в вашей жизни. Вот мой вам совет, старайтесь найти друзей как можно раньше. Я понимаю, что нельзя просто пойти, взять, найти друга, но для меня, друзья, это действительно очень важная часть моей жизни, и найти сейчас мне новых друзей, я считаю, буквально невозможно. Все мои близкие, хорошие друзья, и, как правило, это люди с детства, максимум люди с моей учебы. Ну так вот, я стараюсь сейчас в каждый момент, каждый день с друзьями проведенный, ценить, потому что, если ждать какого-то определенного дня, все остальные дни для тебя будут страданием. Страданием, загонами в этих тупорылых мыслях, ты будешь вечно думать о своих неудачах, о том, как бы тебе поскорее что-то сделать, чтобы быть успешным. А опять же, планка успешности, кто ее уставляет? Скорее всего, ты сам, или твое общество, которое тебя окружает. Тяжелые и неприятные, конечно, мысли, но такова жизнь. Не знаю, опять же, возможно, у вас не так, возможно, у вас по-другому. Но если у вас так, я надеюсь, что кто-то смог увидеть себя в этой ситуации, и, возможно, как-то это вам поможет, возможно, как-то это вас поддержит. Лично мне помогает действительно на эти темы высказываться. Я давно хотел на эту тему поговорить, и как-то вот сегодня пришел к тому, что да, то в самое время, когда я хочу об этом поговорить с вами на ютубе, высказаться, и, возможно, какую-то поддержку получить, возможно, какой-то правильный совет, возможно, какое-то нравоучение от кого-то из вас услышать. Я думаю, это точно делаю я не зря. А если зря, ну, окей, это жизнь. И, думаю, не стоит бояться совершать в этой жизни ошибки. Жизнь одна, и нужно делать то, что ты хочешь сейчас, в моменте, чтобы тебе это доставляло удовольствие, но, естественно, чтобы это не причиняло другим людям неудобства и страдания.